Окей, значит, тема «Упоминается ли Мухаммад в Писаниях?» Мы в основном будем говорить про еврейскую компоненту этого дела, естественно. А тема эта большая, мы вряд ли сможем ее сегодня одолеть. Все, что я хотел, это дать какое-то представление о том, о чем идет речь. Значит, к сожалению, предполагается некоторое знание еврита, потому что мы будем обращаться к первоисточникам. Итак, значит, с одной стороны, ислам говорит, что Тора и Евангелие искажены. С другой стороны, настойчиво ищет упоминание Мухаммада в Писании, то есть в Торе и в широком смысле в Танахе. И убежденность, что он там упоминается, она базируется на суре 7.156, которую мы здесь с вами видим. 7.157, которую мы с вами сейчас увидим здесь. Ей предваряется предыдущее. Итак, 157-я говорит, что речь идет о тем, которые будут богобоязнены, станут выплачивать закат, то есть милостыню, и уверуют в нашем знамении. И продолжение, которое пойдет за посланником неграмотным, как мы уже говорили, неумеющим то есть читать и писать, записи, которым они найдут в Таурат и в Инжилии. Вот это то, что нам сегодня важно. И по контексту ощущается такое представление, что легко его найти и в Торе, и в Евангелии. И я про Евангелие ничего не знаю, а вот в Торе или в широком смысле в Танахе, значит, эти попытки делаются, и мы именно это будем сейчас обсуждать. Попытки, как я опишу, натыкаются на серьезную проблему. И четких и недвусмысленных силок найти не удается. И более того, высказывается мнение, что то самое искажение Библии, о которой идет речь, оно, среди прочего, содержит информацию о Мухаммаде, которая была вычернута евреями из Библии. И это или иная какая-то информация, которую на протяжении веков евреи и христиане скрывают. Тем не менее, мусульманский автор указывает на несколько мест писаний, где, по их мнению, есть ссылка или намек на Мухаммада. Значит, я выбрал статью «Апологетика ислама». Двух очень подготовленных и популярных пропагандистов ислама, значит, я не буду их каждый раз называть всеми этими титулами, Али в прошлом Вячеслава Полосина и кандидата наук Айдына Али Заде, который живет в Баку. И вот они, среди прочего, пишут, значит, что был такой человек, который владел нужными языками, и он перешел в ислам, и читал все эти тексты в оригинале, и принял имя Абдуль-Ахад-Дауд. И они базируются на его серьезной работе, которая называется «Мухаммад в Библии». Но поскольку мы, так сказать, имеем дело с такими уважаемыми господами, докторами и кандидатами, человек, который владеет, там, бог знает, с какими языками, то я считаю, что это достаточно солидно для того, чтобы сравнивать, так сказать, с ними. И вот первая ссылка, это у пророка Хагая, или по-русски Агея, говорится в переводе «Я потрясу все народы» и придет… Да, то, что идет дальше, это цитата из вот этих господ, из Полосины и Али Заде, которые ссылаются на Абдуль-Ахад-Дауда. Это вот оттуда. У пророка Агея, говорится, «Я потрясу все народы, и придет желанный». Вот этот желанный описывается тремя буквами, поскольку, так сказать, в семитских языках очень часто есть трехбуквенный корень. И, значит, по-русски они пишут «Хе-э-э-дэп», на еврейском пишем «Хэт-Мэм-Далет» «До всех народов и наполню дом сей славою». И славы сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. И на сём месте я дам мир. Ссылка на пророка Хагая. И дальше говорят наши уважаемые оппоненты, что эти три буквы на еврейском читаются «Хим-да» или «Хим-да». Я не знаю, как они имеют в виду прочесть. А на арамейском «Хим-и-да». Что, конечно, странно. Однако эти же три согласные, читаемые как «Ахмад», означают то же самое на арабском языке. А именно таково имя пророка, данное его родителям при рождении. А Мухаммадом его назвал «Дедушка». Таким образом можно читать текст пророчества, переводя слово буквально, как «желанный», «благословенный». А можно считать его именем Ахмад, поскольку древние имена обычно имеют содержательное значение. Действительно, те же самые три буквы составляют на родственном арабском, тоже семитском языке, довольно много разных слов, в частности Ахмад. Дальше Дауд пишет, что из этого стиха возникают три вопроса. Кто такой Химда, вот этот или Химда, желаемый? Что имеет в виду Господь, говоря, что на этом месте даст мир? И действительно ли слава этого храма будет больше, чем прежнего? И вот он пишет, что иудейские, христианские богословы по-разному отвечают на эти вопросы. Иудеи, по его словам, считают, что посланец, которым явился к народу, пророк Хагай, Агей, предсказывает пришествие долгожданного мессии, спасителя, наверное, ожидаемого евреями. Однако содержание текста говорит против этого. Дальше он пишет, что первый храм был построен в Иерусалиме при царе Соломоне, примерно в эту эпоху. Самый благоприятный евреев период истории. И тогда храм им был, и построенный храм им был в пике своей славы. Однако после его смерти, значит, слава государства, а с ним и храма померкли. Страна раскололась на две части, на северно-израильские, на южно-иудейские царства. Иудейское царство, столица которой был Иерусалим, подчистра подвергся вторжению евтян и так далее. И дальше он, так сказать, пишет о том, как проходила история, так сказать, и рассказывает о... Сейчас. И о том, что вот слава первого храма приходилась на период его основания при царе Соломоне и частично на период царя Йозе. А вот теперь сравним историю первого храма с историей второго храма, который был построен по возвращению иудеев из плена. Почему у него плен находится в... Я не знаю. На том же самом месте. Дальше он пытается объяснить, что, так сказать, вся эпоха второго храма была сплошной войной, так сказать, и храм был... Его слава была меньше, чем храма первого храма. А следовательно, значит, предсказание о пророках Агай, как его принимают евреи, оно несостоятельно. Я подчеркнул здесь то, что он пишет. Слава второго не стала больше первого, как об этом говорит пророк Агей в своем пророчестве. Второй храм, по их словам... Сейчас, извиняюсь. Уступал первому из точки зрения архитектуры богатство и великолепие. Вот что писал архимандрит Никифор во втором храме. Возвинуто ли за Робавелем мы имеем мало сведений. Знаем мы, что этот храм хотя был построен на том же месте, но не был так великолепен, как первый. Вот. Дальше, значит, наши уважаемые оппоненты пишут слово химда или химда. О котором пророчий Логей не имеет ничего общего с словом Машия, Мессия. Поэтому нет основания отсутствовать это пророчество с Мессией из рода Давидова, ожидаемого евреями. Христиане считают, что, так сказать, Иисус Христос уже пришел и желанный это Он. Вот. После этого, значит, после того, поставленной вопроса, господин Дауд дает ответы. Значит, вот его ответы, потом наши будут. Значит, слово химда, химда, желаемый, Ахмад, имеет один и тот же корень, как мы уже и говорили. Сейчас. Это очень сильный аргумент в пользу того, что речь идет об одной и той же личности. В силу того, что, значит, в семитских языках гласные буквы не указываются. Имя Ахмад является разновидностями и Мухаммад. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить, что речь идет именно о нем. Ведь это именно он побывал на месте храма во время своего чудесного ночного путешествия из Мекки в Иерусалим. Значит, вот это ночное путешествие, мы его будем обсуждать, так сказать, наверное, уже через несколько месяцев. Значит, базируется на одной суре Хурана, в которой написано, что Мухаммад был перенесен ночью из некой особой мечети в мечеть, которая называется Эль-Акса. Буквально, мы с вами дальнюю. И, значит, Аллах показал ему чудеса. Значит, общепринятая интерпретация этого весьма лаконичного аята говорит о том, что было два путешествия, одно путешествие из Мекки в Эляксу в Иерусалиме, а потом, значит, вознесение на небеса. Первый называется Эль-Исра или Алиса, Элисра, конечно. Второй называется Мирадж. Это вознесение на, так сказать, семь небес и, так сказать, всячески связанное с этим приключение. Вот. И это является основой веры и главным основанием для мусульманских, так сказать, как бы представление о святости Иерусалима и о политических требовании к Иерусалиму. Поэтому, значит, вот считает, что не написано в Уране, что Мухаммед побывал в Читаме, тем самым это, так сказать, послужило славе храма. Вот дальше он говорит слова шалом и ислам образованы из одного и того же корня. Его обозначают мир, покорность и повиновение. Никакой другой славы у второго Иерусалимовского храма крови ночного вознесения с его развалин Мухаммеда в 7 веке христианской эры не было. И вот он, значит, рассказывает, как он, пророк ислам за одну ночь покрыл расстояние между Мек и Иерусалимом и вознесся на небеса. Это отдельная тема. Вот. Храм Зарбавеля должен быть более великолепным, чем Соломонов. Но, так сказать, все великолепие связано с исламом. То есть Мухаммед вознесся и через несколько лет на этом месте второй халиф Умар построил величественную мечеть одной из святынь ислама Эль-Акса. Она стала законной наследницей второго храма и до сегодняшнего дня возвышается на этом месте в Иерусалиме. Конец цитаты. Значит, я не хочу путать две разные темы, только отмечу, что существует некая путаница и умышленная или неумышленная другой вопрос между двумя важными исламскими сооружениями. Одна называется Эль-Акса, а вторая называется купол скалы. Совсем не Эль-Акса, а именно купол скалы находится на том месте, на котором был Иерусалимский храм. И это уже одно, это уже, так сказать, показывает, что здесь есть о чем поговорить и в чем разобраться. Мы, тем не менее, об этом говорить сейчас не будем. Мы поняли подход господина Дауда и попробуем предложить свое объяснение, которое базируется на первоисточниках вот я здесь пишу, несмотря на свое знание языков, по-видимому, основывался на переводах. Зачем нам основываться на переводах, когда существуют оригиналы? Они не являются большим секретом, любой человек может их посмотреть. Я привожу оригинал. Значит, те, кто владеет эвритом, могут увидеть из слова хэмдат коля агуим, предыдущие слово бау. И именно это то, что нас интересует здесь. Значит, я предлагаю перевод, я сотрясу, и сотрясуя все народы и проданы сокровищами, наполню этот дом великолепием. Значит, в этом отрывке, как мы видим, нет человека вообще никакого. Часто нет человека по имени химда или химда или ничего ничего такого. Значит, в транслитерации этот фрагмент выглядит бау хэмдат коля гуим. Мы разберем все эти слова. Значит, гуим означает народы, коля гуим означает все народы. Значит, ключевым является слово хэмда, а не химда. и это распространенное слово в иврите. В сочетании со следующим оно приобретает форму хэмдат и означает желание, стремление. Оно является как бы своего рода комплиментом, чем-то положительным. Например, этим словом называется земля Израиля эрец хэмда, то есть желанная земля. Дальше я пишу, что этот корень широко употребляется в обыденной речи, в значениях милый, приятный. Так про ребенка можно сказать елет хамуд. Это другое слово образованное того же корня, то есть милый мальчик. Действительно, это общесемитский корень, и он служит основой для многих слов, в том числе и для имени Ахмад. Не надо думать, что каждый раз, когда мы не движутся, а вот, каждый раз, когда евреи говорят про ребенка и милый мальчик, они имеют в виду пророка Мухаммеда. В данном контексте слово химда может означать сокровище, как в переводе Юсифона, или подарок подношения золота и серебра, по мнению знаменитого комбинататора Раши. Другое мнение, здесь не в том месте двоеточие, другое мнение приводит Раф-Юсеп-Каро, слово химда относится к стране Израиля, которая, как мы знаем, из истории вожделенна для всех народов. Я пропускаю еврейские оригиналы, значит, кому это интересно, может это бедла они здесь приведены, но думаю, что это нам сегодня нужно, кто хочет, может все это легко найти. Вот, кроме того, предыдущее слово менее важное, тем не менее, существенное слово бау это форма множественного числа, то есть пришли. Уже одно это слово исключает наличие или намек на какого-либо одного человека. И последнее слово химда это слово женского рода, связать его с Мухаммедом невозможно, лишний пропуск у меня здесь, ну, редактор. Вот, и как мы видели, противоположное утверждение господина Дауда, авторитетные еврейские коммендаторы не ищут в этом месте никаких ссылок на Мессию. Дальше, значит, еще раз, ну, приводим этот, приводим следующий, следующий стих из Хагая, значит, перевод сразу и больше будет слава этого последнего второго дома, в смысле храма, чем первого. Значит, что же говорят комментаторы? где у меня праше здесь есть или нет? нет, родак. Петродак пишет, что между мудрецами Талмуда возникли разогласия в отношении трактовки славы будет больше. Есть мнение, что речь это длительное существование храма, второй действительно существовал немножко дольше, чем первый. Есть мнение, что речь о сравнении красоты знаний, зданий. Так от великолепия второго храма, но только не в начале постройки в эпоху Зрубавеля, а в конце, после того, как перестроил Гордус, превосходило великолепие любых других построек. в отношении обещания мира, секунду, пишет Родак, хотя было много войн, но и продолжительное время тоже был мир. Дальше я подчеркиваю, если говорить о скромном, именно о скромном сооружении первой постройки, произведенной постройки, ладно, произведенной Зрубавелем, то есть на начальном этапе существования второго храма, то возможно, что именно о нем у Никифора было мало сведений. Но Дауд ошибочно или умышленно вводит в заблуждение все время за второй храм храмом Зрубавеля. Действительно, храм Зрубавеля был очень скромный и сильно уступал по величию первому храму. В этом, собственно, есть смысл пророчества Хага еврейскому населению, который вернулся из зеронского пленения на родину и в Удею устанавливает храм. Пророчество говорит, что надо начинать строительство второго храма, вначале он будет очень скромным. Крепитесь, потому что в конце концов второй храм своим великим, своим великолепием превзойдет первый. Теория второго храма общеизвестна и с огромным количеством исторических свидетельств. Таким образом, следует порекомендовать господину Дауду черпывать сведения о втором храме из более осведомленных источников, чем архимандрит Никифор. эпоху царя Гордуса Ирода второй храм был перестроен и положительно выглядел так. И вот весь контекст пророчества. Кто остался между вами обращается к старым людям, которые еще видели великолепие первый храм и говорит, кто из вас видел его славе прежней, как в видео теперь крепитесь вот шестое и сотрясу я небу и землю и вот тот кусок, который мы раньше видели и придут они сокровищами всех народов переведены самым храмом напомни дом великолепием 9 будет слава этого дома больше, первого. Время славе пророк обращается к евреям и говорит о построении второго храма. Нет никаких оснований для утверждения, что речь идет о Мухаммаде. Дальше ислам и шалом действительно имеют похожие корни, возможно одинаковые, но они по мнению специалистов не образованы одного корня и суть не в этом. Слово ислам означает покорность никак не мир, означает покорность повиновения. Слово шалом означает целостность, гармония и мир и не имеет отношения к покорности и подминовению. Касательно ночного путешествия Мухаммада, то не лишне отметить, что даже согласно исламским источникам, оно никак не было связано со вторым храмом, который был рушен за 500 лет рождения Мухаммада. И, естественно, в тексте Курана в Аяте 17.1 нет слова в Иерусалим, как, впрочем, и храм. Мухаммад по утверждению Дауда упоминается что же? Мухаммад по утверждению Дауда упоминается и в других стихах Библии. Мы переходим к следующему месту для обсуждения. И вот книга Дворинтера законе 18 стих 18 и говорит Бог Моисей я воздигну им пророка из среды их такого как ты и вложу слова мои в уста его и так далее. Ислам Исламские источники подчеркивают эти два момента из среды братьев их такого как ты. И говорят, что речь идет о Мухаммаде. во всем параметрам соответствующей личности предсказанной в этом стихе является только Мухаммад. Значит, вот давайте посмотрим отдельно такого как ты отдельно посмотрим такой ли он как ты и что такое среди братьев их. Значит, такого как ты мы должны представлять себе, что Моисей чаще, чем кто бы ни был другого упоминается в Коране. Чаще, чем Мухаммад, чаще, чем Иисус, чаще, чем кто угодно. Создается впечатление, что Мухаммад именно его видел из себя в качестве образца для подражания. Вот. Похожи ли они друг на друга? Тут хочется сказать, что нет. Значит, во-первых, Моисей говорил с Всевышним лицом к лицу. Он был в необычных отношениях. В Читине 40 лет Бог неустанно говорил с ним, как никогда не говорил ни с кем пророком. Ни до него, ни после него. Значит, вот. То же самое подчеркивает и Куран, кстати, сказать. Значит, в отличие от этого в Куране не приводится ни одного случая, когда Аллах говорит напрямую с Мухаммедом. Мухаммедом общается пророк Джибриль. Да, у нас там вклинивается какой-то звук, и он мешает. Да, я выключил, нет проблем. Да. Значит, второе, Моисей совершал сам чудеса, или был проводником множества чудес, египетские казни, разделение моря, получение торы, вода из скалы, манна с небес, и так далее. Все эти чудеса происходили прилюдно, при огромном количестве свидетелей, при огромном течении народа. И по этой причине в них невозможно сомневаться. Значит, Куран, как мы уже сказали, был дан Мухаммеду через Джибриль, и неизвестный, так сказать, чудеса, которые он совершал бы. Примечательные обвинения, которые вдвигали против него язычники, арабы, которые говорили, вот, так сказать, мы не верим, почему-то не дарован такой, так сказать, уровень пророческому Моисею. И вот чем нас, так сказать, в этом смысле пытается удивить исламская традиция, это чудо расщепления Луны, про которую, значит, согласно традиции произвел Мухаммед. Традиция, это, опять же, происходило без свидетелей. и, так сказать, затруднительно понять, зачем нужно было расщеплять Луну, которая потом воссоединилась заново, какой в этом смысл и кому это могло принести пользу, в отличие от тех чудес, в которых участвовал Моисей. Таким образом, ни одного пророка нельзя назвать подобным Моисею, и Мухаммед, так сказать, по-видимому, не может считаться подобным Моисеем. Дальше, второе, значит, из братьев, из пророков из среды братьев. О каких братьях идет речь? Ну, ой-ой-ой. Ну, каких братьев, значит, исламские источники говорят, ну, конечно, это мы, потому что мы арабы, мы потомки Ишмаэля, ответственные братья Ицхака, значит, это мы. Вот. Ну, для этого неплохо посмотреть, как это слово употребляется все-таки в Танахе. И что это вообще за контекст? Значит, эти стихи 1-8 посвящены левитам, то есть колено священников. И при рассмотрении первых двух стихов становится ясно, что Господь говорит о том, Он возникнет, воздвигнет им, пророка, из среды их братьев, то есть из не левитов. Вот другой пример всему колено левитов, будет часть его дела с Израилем. Вот дело же не будет ему между братьями. То есть под братьями имеется в виду обычно другое колено, не то, о котором идет речь в данном стихе. Контекст говорит только о еврейском народе, и след на тревог не может быть отнесен к измаильтянам, и порочито, конечно, относятся к Мухаммеду. Я позволяю себе напомнить, что в Коране, не говоря уже про хадисы, есть множество оскорбительных высказываний в отношении евреев. Если мусульмане все считают нас братьями, то хорошо бы понять, что означает эти высказывания. Вашем статус земли, это статус гражданина второго сорта, про это мы тоже будем, наверное, говорить когда-нибудь. Это тот статус, который имеет евреи и христиане, люди Писания, когда они живут в качестве меньшинства в мусульманских странах. Например, их свидетельство не принимается в суде. Те, кто обидел, обращаться некуда. Вот. И еще примеры я здесь провожу. Я не думаю, что нужно вам все объяснить. Вот. Это по поводу братьев. Вот. И еще один мусульманский аргумент, когда в том же стихе написано «И вложу слова мои в уста его». Мусульмане говорят, что пророчества исполнились, поскольку Мухаммаду был открыт Коран, и он передал его своим последователям. Однако, согласно исламскому учению, Таурат не хватает. То есть Тора была очень даже открыта Моисея, Забур, то есть Псалмы Давиду и Инжель Иисусу, и значит каждый получил свое Божественное Слово. Вот. Значит, отдельная статья господина Полоцина, про которого я говорил, значит, он обращается к другому тексту в Танахе, И это очень популярный текст в исламской среде и почти совершенно неизвестный в еврейской, поскольку это, так сказать, как бы, ну, сейчас вы увидите. Вот, что пишет господин Али Полосин, значит, профессор Али Полосин, установить личность обещанного порока нам помогает другое пророчество Моисея, в котором говорит о божьем свете, приходящем из Фарана, то есть горы рядом с Меккой. Слова, написанные во второзаконии, звучат так, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, высиял от горы Фарана и шел с десятью тысячами святых в правой руке его огонь закона. Вопрос, где находится Фаран и что такое Фаран значит еврейские источники считают, что Фаран это гора или пустыня, которая находится в Синаре. По контексту это вот так как раз и складывается, мы это сейчас увидим. вот мусульманские источники говорят, что это рядом с Меккой. Я привожу здесь средневекового арабского географа Якута Хамауи. Значит то, что нам здесь интересно это то, что он пишет, сейчас я покажу это место, вот арабизированное еврейское слово. Вот интересно для нас. Дальше он говорит, что это все в районе Мекки, но даже он признает, что это слово взятое из иврита, а значит базируется на еврейских источниках. В Коране гора или пустыня Паран не упоминаются вовсе. Ну, как я пишу, поскольку уважаемый оппонент решил прибегнуть к анализу Танаха, то и нам как бы естественно обратиться к Танаху и посмотреть, как это название употребляется в Танахе, что оно значит. Я перескакиваю, я жирно выделил употребление в Торе, вот, но я сразу перехожу на русский язык, где именно находится Паран, неизвестно, поскольку это один из районов, которые проходили Сыны Израиля по выходу из Египта по дороге в Ханаан, то есть в обетованную землю, то логично не предположить, что Паран находится на Синейском полуострове. Если же пойти, согласно исламской версии, и предположить, что Паран находится недалеко от Меки, то это приведет нас к абсурдному выводу, что Моисей привел евреев в Аравию. Далее мы знаем, в Торе написано, что Агарь была изнана и плутала вместе с Элем по пустыне Бершевы. По контексту понятно, что Ишмейр продолжал жить в этом районе. То есть, так сказать, по контексту Торы в пустыне Паран должно находиться недалеко от Южного Негива. Еще один пример. 12 разведчиков вышли обойти землю именно из пустыни Паран. Логично представить себе, что эта начальная точка находится вблизи этой земи, а не за сотни, а то и больше километров от нее. Далее. Впоследствии Агар взяла своему сыну Ишмайлю жену из страны египетской, откуда она самородом. Вероятнее всего, из страны близко к тому месту, где они жили. Если представить себе, что они жили в районе Мекки, то оттуда до Египта так сказать около, никак не меньше тысячи километров по тамошним средствам предвижения, по тамошним дорогам это большое путешествие. Так. И вот мы сейчас возьмем этот текст целиком, который цитирует господин Полосин. Вот богословение, которым Моисей благословит сынов Израилевых перед смертью. Он сказал, вот, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиера, высидел от горы Фарана и шел тьмами, обратите внимание, тьмами, тут множеством рывовод на иврите, а не с десятью тысячами, а с десятками тысяч святых, а десную его, то есть правую десницу его, она огонь закона. Вот. Как интерпретирует этот текст господин Полосин? В этих словах господину огаснуть. Всевышний уподобили солнцу. Он придет от Синая, то есть место неспасления закона Моисею, откроется от Сеира, где проповедовал Иисус, посияет от Фарана, то есть Аравия, откуда он должен появиться с десятью тысячами, мы только что-то обсудили святых с огнем закона в его правой руке. Однако смысл стиха этого схваления Моисеем Всевышнего. В тексте Тора нет слов Аравия и Мухаммед. Они не являются темой пророчества. В тексте написано с десятками тысяч святых, а не с десятью тысячами святых. Иисус не проповедовал в Саире. В библейском контексте этот район и страна предназначена потопков Исава, а не для израильтян. Иисус в своих проповедях обращался к евреям. Вот Раши. Перевод его. Всевышний предлагал принять Тору не только Израилю, но и жителям Саира, потомство Исава, и жителям Парана, потомкам Ишмаэля, но они не захотели. Вот о чем речь. Другими словами, Моисей напоминает евреям, что за бед заключенный с Авраамом мог рот трониться на всех его потомков. И народ Ишмаэля, и народ Исава, все они могли стать избранным народом, если бы сделали соответствующий выбор. Всевышний предлагал этим народам такой же союз, как и с Израилем. Вот один очень оригинальный перевод, комментарий, я сначала его покажу, потом приведем ссылку. вот. Значит, вот то, что десятками тысяч есть написано русскими буквами ревовод кодыш. То, что господин Полосин переводит как десять тысяч, а это не десять, а десятки. Вот, что такое «воссиял из Сеира»? Это земли потоков Исава, которые не разрешили евреям пройти через страну с миром. И что за странные выражения ревовод кодыш «десятки тысяч святынь». Десятки тысяч являются святыней. Синаи, Сеиры, Паранта название мест. Комментарий предлагает представить, что ревовод кодыш тоже название места. Вот. И в этом смысле комментарий говорит, что все эти слова, они показывают я, пожалуй, перейду дальше, они показывают себе четыре позиции Бога по отношению к своему народу. Он приходит из Синая, он сияет как бы издалека, из Ира, из Парана он появляется как бы периодически, из Кадеша он прибывает как бы возвращаясь. Сейчас. Значит, речь идет о позиции Бога в отношении, в отношении, формула позиции Бога в отношении человека, ищущего связи с ним. Синая это место начального откровения. Бог приходит человеку тогда, когда он делает свое изначальное усилие. Саир место, где человек отказывается от прямого общения с Богом. Саир евреи решили одолеть Амалека своими силами и были разбиты. Впоследствии долго ходили вокруг Саира, долго блуждали в отказе от общения. Все это время Бог сиял им, поддерживая их, сохраняя живых. Паран это пустыня, которую пересекала Израиль по пути в Ханан. Это активный путь к своему назначению. На личном уровне человек ищет свое место перед Богом. Наконец, Кадеш, вот это ревовод Ходеш, они объясняют как многолюдный, Кадеш многолюдный, место духовной подготовки, где Израиль получает множество законов. Вот, значит, вот эта концепция была уточнена в свое время при участии в Мидрашу центром Аген в Хайфе, к сожалению, по-моему, не активного нынче. Похожая идея роли Саира встречается у Рава Якова от Суиметренбурга в Ниве Ктаве Кабала. Вот, что пишет дальше господин Полосин, надеюсь, что у вас еще есть силы, минут на десять. Никто из израильтян, в том числе Иисус, не имели никакого отношения к Фарану. Агарь, Хаджар со своим сыном Исмаилом бродили в пустыне Версавии, а позже они жили в пустыне Фаран. И мать его взяла ему жену из земли египетской. И вот, что пишет, я выделяю господин Полосин, значит, первенца первенца Исмаила, Ишмаэля, Кидара, нет, не измесь, первенца Кидара произошло поколение арабов, которые жили в пустыне Фаран. А Мухаммед, как всем известно, происходит из Динатии Исмаила и его сына Кидара. И он появился в пророком пустыне Фаран и вошел в Мекку с десятью тысячами святых верующих. Столько воинов было у Мухаммеда при покорении Мекки и дал огонь закона человечества. Неужели выше руказа пророчито не исполнилось буквально? Ну, хочется сказать нет. Лежащим стихом является Всевышний. Речь о нем, а не о Мухаммеде. Нет оснований полагать, так же, как мы говорили с вами словом с корнями Хэтмендалет, что каждый раз, когда встречается упоминание о герогифическом названии Парана, речь непременно идет о Мухаммеде. В тексте нет десяти тысяч святых верующих из десятки тысяч. И обычно объясняют ангелы, они воины Мухаммеда. Значит, господин Палосин идет дальше и теперь ссылается на пророка Хавакука, Авакум. Все тот же Фаран, бог от Фимана, Фаран в смысле идет, и святой от горы, а, от Фиманы, Тайман, наверное, идет, святой от горы Фаран. Вот я выделил здесь оригинал, мы, естественно, будем обращаться к оригиналу, тогда можем понять, что написано. Это аналогичный текст, он упоминает Парана, представляет свое продолжение восхваления Всевышнего в политической форме, не имеет отношения к Мухаммеду. Ну и, наконец, по-моему, последнее на сегодняшний день, это господин полосин ссылается на пророка Исаию, да возвысит голос пустыни, города и селенья, где обитает китар, да торжествует живущий на скалах, да возглашает свершен гор, да дозат Господу славу и хвалу его, и высвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браний, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажется сильно против врагов своих. И еще Акидария, восстань, светись, его пришел свет, слава Господню Ислана над тобой, множество верблюдов, покоя тебя, все овцы кедарские будут собраны тебе, сойдут на алтарь мой, жертву благоугодную, я прославлю дом славы моей. Сейчас, секунду, это уже источник первой источник Шаял, то есть Саял. Вот. И вот русский перевод. Значит, как вы видите, тема та же самая, пророчество славы слава Господня соберутся к тебе твои сыновья, принесут твоих дочерей на руках, посмотришь, высияет, сокровище морю тебе принесут, значит, соберут тебе стадо, стадо кидара. Вот. Как вы видите, здесь нет никакой возможности связать это ни с исламом, ни с мухаммедом. Вот, пожалуй, все, наверное, сегодня. А нет, еще у меня есть. Вот то, что пишет Полосин, он, опять же, Фаран, Мекка, единственное место, где прославлялся дом Божий, кидарские овцы. Значит, дом славы моей, о котором упоминается Исаия, дом Божий в Мекке, а не церковь Христова, кидарские овцы, отнюдь не пришли в церковь Христова в коротстве жертвы, а были принесены в жертву Мекке. Десять тысяч святых тоже много значит. Прочитайте всю историю пустыни Фаран, вы не найдете там описание, не найдете там описание никакого другого события, за исключением того, когда Мекка была завоевана благословенным пророком, но вышел здесь у тысячи последователей из Медины и обратно вошел Богом славы Богу и так далее. Ну, в общем, я думаю, что примерно суть, так сказать, логики вы здесь видите. Значит, спорочный Исаий видно, что предсказывает будущее предцветания, процветания Иерусалима, то Божие, это, конечно, Иерусалимский храм, ни одной из этих пророчий не имеет отношения к Мухаммеду. Вот все, что я хотел вам рассказать сегодня. Если есть вопросы, пожалуйста. Извините, можно я первый задам вопрос технически? Сколько еще уроков осталось, потому что я спешу на Минхо? Уроков? Да, сколько еще у нас занятий с вами? Вообще лекций? Да. Да. Ну, лекции, дискуссии, все близко. Да, я не понял, почему вы куда-то спешите, на здоровье спешите. Я спешу на Минхо в данном случае. Замечательно, идите на Минхо, 4-5. Я хочу ответа, сколько осталось уроков? 4-5. 4-5. Спасибо. Спасибо. Все, всем успешной дискуссии. Я извиняюсь, что не могу принять участие. Бегите на Минхо, будьте здоровы. Окей. Для тех, кто либо сбегал, либо не бежит прямо сейчас на Минхо, будут какие-то вопросы? Ну, вроде вопросов нет, но все. Ну, хорошо. Завершим. Тогда счастливо. До свидания. И до следующих встреч. Пока. До свидания. Пока.